По итогам 2020 года граждане и компании Украины задолжали за электроэнергию Nike Energoatom, оператору всех действующих АЭС Украины, 24,5 миллиарда гривен, 875 миллионов долларов. Вследствие этого украинские ядерщики оказались должны поставщикам и подрядчиками 12 миллиардов гривен, 430 миллионов долларов. При этом выяснились весьма интересные подробности работы энергорынка страны, которая уже несколько раз объявляла о выходе из единой энергосистемы с Россией. Глава Nike Energoatom Петр Котин отрапортовал, что долгов перед американской компанией Westinghouse за поставленное ядерное топливо нет. При этом он подтвердил, что это основная доля образовавшегося долга, неоплаченное ядерное топливо российского АО «ТВЭЛ», топливный дивизион газкорпорации «Росатом». Перед «ТВЭЛ» есть. Это большая часть. Если украинские компании брать, это «Турбоатом», «Импульс», «Радий», наши стратегические поставщики. У нас задолженность перед ними по миллиарду гривен. Пояснил он в интервью украинскому изданию. При этом из АО «ТВЭЛ» сообщили российскому изданию ЭА, что компания строго выполняет свои обязательства и надеется на аналогичное выполнение договоренностей украинской стороной. Остальное – внутренние вопросы наших коммерческих отношений с заказчиком. Мы понимаем, с какой непростой ситуацией столкнулся наш партнер, и рассчитываем, что обстоятельства позволят «Найк Энергоатом» в ближайшее время выполнить все свои контрактные обязательства. Уточнили в АО «ТВЭЛ». Заметим, что во всем изложенном отчетливо просматривается образовавшийся порочный круг. «Найк Энергоатом» не может выплатить долг АО «ТВЭЛ», потому как население юрлица плохо платит за электричество, и ядерщики, по сути, содержат их за свой счет. Почти миллиардная задолженность тому доказательства. При этом «Найк Энергоатом» неукоснительно соблюдает свои обязательства перед Вестинхаус, а к россиянам относятся по остаточному принципу. В 2021 году запланирован переход на топливокомпании Вестинхаус очередного энергоблока в Р-440 Ровенской АЭС, после этого американцы будут обеспечивать 7 из 15 реакторов. В настоящее время АО «ТВЭЛ» обеспечивает своим топливом 9 реакторов. Из этого можно сделать неутешительный вывод, что Россия фактически продолжает содержать за свой счет не только энергетику Украины, но и ее реформирование.